Ну, а не вмешаться мы не можем, там живут наши родственники. Кроме того, нужно понимать, что мы не можем отсидеться. Война нужна не нам, а война нужна Соединенным Штатам Америки, даже точнее, мировой финансовой элите, потому что идет финансовый кризис, и они должны списать свои долги. Их категорически не устраивает ситуация, при которой их обязательства будут больше, чем их активы. Активы падают в цене в связи с кризисом, а обязательства никуда не деваются. По этой причине они должны списать свои обязательства. Это форс-мажор, оптимальный вариант — это крупная война. Разумеется, Украина здесь не может быть таким символом этого форс-мажора. Тут скорее будет Ближний Восток, там и нефть, и Израиль, много еще чего. Но дело в том, что Украина — это очень важное место. Если сегодня Киевский проамериканский режим проиграет, то это очень сильный удар по престижу Соединенных Штатов Америки, который и без того висит на волоске. По этой причине они пытаются сопротивляться. По этой причине они ломают через колено Евросоюз, заставляя его принимать абсолютно невыгодные решения. Ну, там еще много чего. Но я склонен считать, что в общем и целом они, скорее всего, проиграют, потому что остановить вот это движение кризиса они не могут. У меня ощущение такое, что между Юго-Востоком и Киевом установится некоторое вот такое вот сегодня, ну как сегодня, да, ни мира, ни войны. То есть будут стрелять, еще чего-то, но в общем и целом крупномасштабные военные действия Киев вести не будет. Но и Юго-Запад вместо того, чтобы сразу идти на Киев, он будет сначала консолидироваться, то есть зачищать те территории, где еще существуют остатки киевские, про киевские границу, всякие там спецслужбы, отдельные городишки и поселки и т.д. и им постепенно ползти в Харьков, в Запорожье, в Днепропетровск. Тут нужно понимать, что Запорожье и Днепропетровск, особенно Днепропетровск, Киев будет защищать очень сильно. Но тут есть разные варианты, потому что, в общем, все понимают, что по мере ухудшения экономического положения в стране, киевскому режиму будет все труднее и труднее, а денег ему не дадут.